Это мечта жила всегда в людях, и она будет жить. Так что человек будет, сколько он будет жить, столько он будет думать об этом. Нам свыше дали определенный времен времени. Ну, 75-80 достаточно. Есть некоторые сферы, куда человеку, наверное, не следует слишком глубоко залазить. Но к чему это приведет? Это к Богу известно, мне кажется. Но наши дети уже будут свидетелями того, что легко можно будет продлевать на 10, на 20 и на 30 лет жизнь. Попытка смоделировать что-то свое, повторить опыты Франкенштейна, они до добра не доводят. Уступите дорогу молодежи. Я не верю в это, потому что я верующий человек в Бога. Если мы будем жить 200-300 лет, то у нас остановится мир. Природа уже, наверное, так продумана. Мне кажется, это вопрос нереальный. Мы совсем забыли о каких-то простых истинных. Делать зарядку по утрам. Технологии продления жизни не должны быть уделом сверхбогатых или сверхвалиятельных людей. На самом деле замечательно, что наука не стоит на месте, она развивается и помогает бороться со многими заболеваниями. Если продление жизни связано с тем, что ты станешь пластмассовым человеком или роботом, оно не нужно и неинтересно. Жизнь не должна быть привилегией. Если мы это простое правило будем выполнять, у нас не будет никаких проблем с этикой и никаких проблем с религией.